вас приветствует канал ремонт наизнанку и сегодня у нас тема разговора о том как обмануться техники при выполнении сантехнических работ в квартире почему тема это актуально и так как рынок услуг это как правило очень часто в 30 процентах случаев это обман так как нужно продавать свои услуги свои услуги можно продавать как методом демпинга как наоборот завышением цен чтоб человек думал что товар очень услуга очень качественная так и с помощью некоторых хитрых действиях действий об этих действиях у нас будет сегодня тема разговора весь обман в любой любой как строительной сфере базируется на трех основных принципах это продажа некачественного материала под видом качественного это изменение количества материала которое пошло на выполнение определенных видов работ а также третий самый важный тезис это выполнение работ вместе с материалом когда просто называется общая сумма которую входит какой-либо конкретный материал упоминание о материале может быть может быть не быть вовсе просто просто идет обозначение некого качественного материала либо просто упоминание каком-либо производители и на самом деле материал может быть совершенно другим и вот как раз мы поговорим об этих трех основных тезисах первый тезис это продажа некачественного материала под видом качественного нанимая любого как я считаю со своей точки зрения имея большой опыт в сфере ремонтно-отделочных работ как я понимаю как обычному человеку который решил сделать нанять специалиста на выполнение сантехнических работ это касается и выполнение любых услуг нужно понимать хотя бы поверхностно специфику специфику данных видов работы к примеру нанимаете человека на сантехнические работы вы хотя бы в общем хотя бы в легком поверхностном каком-то виде вы должны понимать что существует на рынке как устроен рынок хотя бы чуть-чуть понимаем хотя бы потратить полчаса час своего времени на досуге прочитать из каких материалов делается данный вид работ чтобы чтобы нанятый человек на этапе на этапе на этапе заказа этого человека чтобы понимали о чем речь и человек правильно вам советует материал вид вашей вид услуги которую вам окажет правильно ли он советует либо двигаться в сторону преследуя какие какие-либо корыстные цели противовес вашим видом работ он первую очередь нужно понимать что существует как в любом материя ли существует материал качественной существует материал некачественные качества материала от некачественной отличается первую очередь по цене чем и пользуются нечистоплодные сантехники ведь согласитесь продать вам материал который стоит два раза дешевле и на этом заработать определенную сумму денег такой соблан существует очень pipe не чистых на руку мастеров вы должны понимать вы должны понимать чем отличается качество материал от некачественного как правило как правило известных производителей со технических работах их 3-4 производителей всем но куча неизвестных производителей которые продаются как подпольно которые продаются на рынках еще где-либо чем чревато использование некачественного материала первую очередь это Это срок службы материала, который может составить от 5 до 7 лет. Дальше последует разложение материала. Особенно от горячей воды. Особенно от отопления. То есть материал может потечь. Это в первую очередь. Это основная, как грубо говоря, проблема. Отличие качественного материала от некачественного. Если у вас произошла течь материала, если материал потек, Если у вас произошла протечка, вы, как правило, исправить уже ничего не можете Так как очень часто трубы сантехнические, канализации, водопровод и канализация Она спрятана внутри стены, она замоноличена Сверху уложена плиткой И чтобы что-либо исправить, нужно полностью разбирать санузел Надо снимать ванну, к примеру, нужно разбивать плитку и так далее То есть вы не заинтересованы в покупке некачественного материала Чтобы отличить материал некачественный под видом качественно Вам нужно понимать, вам нужно потратить время и разобраться Чтобы знать о том, что советует вам сантехник Следующий тезис это обман на количестве материала Очень часто, чтобы заработать деньги сверх того, что сантехник берет За выполнение видов работ Можно пользоваться таким вот методом, как добавление количества материала Добавление количества материала на сроки способы материала никак не влияет То есть если материал, как правило, выбран качественно Если материал сделанный без ошибок, то вы, как минимум, теряете какую-то часть денег Это самый безобидный обман Так как вы теряете просто деньги и все в случае выполнения всех остальных условий Если все сделано правильно И последний, третий тезис Третий тезис, он самый, можно сказать, такой хитрый, изощренный Так как на данный момент уже, можно так сказать, половину работников Половину организаций, которые выполняют работы Не только в сантехнических работах Половину организаций используют такую схему, как работа с материалом То есть вы прозванивая, вы отбирая по сайтам, отбирая по рекламе в каких-либо журналах Еще где-то, пользуясь разными источниками, вы отбираете какое-то определенное количество организаций Которые вам теоретически могут выполнить данный вид работы И, что немаловажно, половина организаций будет указана сумма Сумма за сделанную работу под ключ С использованием неких материалов В первую очередь, чтобы не быть обманутыми, вам нужно понимать, о каких материалах идет речь И какие материалы входят в данный вид работ Часто, чтобы скрыть использование дешевого материала, подделочного материала Скрыть количество материала, который уйдет, чтобы вы не могли просчитать Чтобы вы не могли понять, сколько же организация получит денег за выполнение данного вида работ Часто материал не указывается вовсе, какой применяется Либо просто идет, что данный вид услуг выполнен материалом, к примеру, рыхал Выполнен материалом вовинокопластик, выполнен материалом колоколде, еще каким-нибудь и так далее Но вы не знаете, данным материалом выполнена ли часть каких-либо работ Либо все работы выполнены данным материалом У каждого производителя есть полный набор Полный набор, который вы можете, к примеру, который будет применен в вашей сантехнике К примеру, например, рыхал не делает фильтры для воды, грубой очистки механической Не делает какую-либо фурнитуру, к примеру, и еще что-либо То есть часть материала, даже если указан у вас, даже если указан производитель, что данным производителем будет выполнена разводка Не факт, что этим производителем будет сделано полностью все Так как в прайсах производителя не может быть, как правило, весь спектр материалов, которые вам понадобятся То есть нужно в первую очередь понимать, каким производителем будет сделан данный объем работы Как правило, в целях демпинга, в целях приподнимания себя в поиске среди конкурентов Так как конкуренция в любой сфере услуг всегда высока И человек может выбирать организацию, которой выполнять данный вид услуг Человек может в определенный момент выбирать по цене И в этом кроется большая хитрость Цена ставится ниже Человек радуется, что вроде бы выполняется тем же самым материалом Вид работ Вроде бы все точно так же, но цена ниже Какой смысл платить больше, если все точно так же? Гарантия идет 3 года Тот же самый применяется материал У человека подсознательно возникает вопрос А зачем мне переплачивать, если все точно так же? Значит, та организация хочет заработать больше денег А эта организация достаточно такое количество И какой смысл нанимать организацию, которая возьмет больше с вас денег Но, но, в этом кроется вся схема в том, что материал применяется более дешевый Работа стоит столько же Организация зарабатывает столько же денег Но у нее есть преимущество по цене И вы выбираете данную организацию То есть вам очень важно понимать, какой материал применяется И применяется ли качественный материал, который вам нужен в данном виде работы Надеюсь, мое видео было полезно Не будьте обманутыми Правильно делайте Правильно нанимайте организации Чтобы вам сделали именно то, за что платите вы денег Чтобы не быть обманутыми Это очень важно И, согласитесь, совершенно неприятно понимать Что, наняв организацию, вы были, к примеру, обмануты Вы были с помощью каких-то уловок Вас обвели вокруг пальца Не всегда это приятно понимать И осознавать Поэтому смотрите следующие серии На канале Ремонт наизнанку Чтобы быть в курсе всех событий Подписывайтесь, ставьте лайк Делитесь видео До встречи Субтитры сделал DimaTorzok